Здравствуйте! Это видео посвящено очередной парфюмерной воде нишевого бренда Сержа Лютанц. И сегодня мы поговорим об акватической композиции La Fraud «Холодная вода». Я искала для себя какую-нибудь холодную акватическую композицию, желательно с хвойными нотами. И по отзывам пользователей, в число тех вод, которые хотел попробовать, попала и «Холодная вода» Сержа Лютанца. Но впечатление у меня не складывалось, опять же, отталкиваясь от опыта людей, которые ее использовали, что эта композиция невнятная, такая незатейливая, очень легкая, невесомая, чуть ли вообще незаметная. К счастью, в данном случае мои ожидания не оправдались, и я получила продукт, который меня порадовал и понравился мне действительно как пользователь. Сам Сержа Лютанца, в данном случае он заявлен как основной парфюмер, который разрабатывал композицию «Холодная вода». Он на своем сайте выкладывает к цветам такие небольшие рассказы, какие-то посвящения относительно его продукции. И вот какая идет история, применима к аромату «Холодная вода». Когда капля дождя покидает облака и срывается с небес, ее свободному падению ничто не мешает, она ничем не сталкивается. Лишь просачиваясь сквозь почву и камни грунтовым водом, она обретает настоящую чистоту и прозрачность. Ну и, соответственно, композиция «Лефрат» она легкая, акватическая, и действительно она создает ощущение холода. Считается, что за это ощущение отвечает Алибанум, такое ладоноподобное благовоние. Многие описывают эту воду как действительно леденящую, но по моим критериям до леденящей немного она не дотягивает. Но очень бодрит, охлаждает, и на лето это прекрасный такой свежающий вариант. Очень стойкий и, как ни странно, достаточно плотный. Я бы не назвала этот аромат невесомым. Напротив, это такой полный стакан холодной воды, а не просто какое-то легкое напыление вокруг, легкий туман или облачко. У меня фирменный пробник в таких коробочках, которые мы уже видели, но те коробочки были черные, совсем другой серии. А это серия Лео, Воды, Сержа Лютанца. Такая белая картонная коробка, немного мелованный картон, приятный на ощупь. А спереди мы видим черный шрифт с небольшими синими штрихами. Вот таким вот своеобразным написанием, начертанием даже, можно сказать, нанесено название композиции Ле Фраут. Сбоку немного серая поверхность, штрих-код и название бренда, композиции, адрес мощности. Написано, что это образец не для продажи, сайт официальный. На другой боковой поверхности у нас ингредиенты указаны. Сзади название бренда и концентрация водопарфюмерная, объем 1 мл. Внизу обычные значки в таких случаях и код, бач-код. А на верхней поверхности у нас, на верхней крышке, у нас логотип нишевого дома Сержа Лютанца. Внутри такой белоснежный картон, здесь черные ушки. Как мы уже видели и в предыдущих плавниках, разделена поверхность внутренняя на два отсека. И сам пробник выглядит вот таким образом. Интересный корпус, как будто пробник запаян в какую-то пленку. Она с жемчужным отцветом, серая. И на ощупь кажется такой гибкой, как будто бы ее можно даже мять руками. Такая интересная, интересный формат этого пробника. И сам даже вот, можно увидеть, наверное, на видео будет видно, очень явно выражен перламутровый эффект на крышке поливеризатора. Белым шрифтом, все тем же необычным очертанием, нанесено название композиции. Название дома парфюмерного. Что тут у нас еще за информация? Проведено во Франции. Опять же, концентрации, объемы. Образец пробный. И распыление. Пузырьки, конечно, посмотреть не получится. Вот такое вот очень мощное облако. Хорошо распыляет. И первое, что мы слышим, это такой сборный аккорд. Во-первых, морская вода. Но вот этот первый аккорд, который я слышу, он очень сбалансирован. В нем ничто не выпирает и не кричит. Морская вода без избытка соли. Это не те ароматы, в которых очень жесткая морская соль, которая пахнет прямо как коробочки с солью для ванны, с морской солью. Нет этого юдированного запаха, который, в общем-то, я искала, который меня интересовал. Здесь что-то среднее между акватическими нотками, легкими, и между морской жесткой солью. Очень сбалансированный аккорд. Затем у нас здесь же в этом аккорде присутствует небольшая щепотка черного перца, которая немножечко так создает искристость. Холодящий имбирь, которого тоже только для ощущения холодка. И плюс к имбирю еще усиливает это ощущение голубая и зеленая мята. Мята вообще указана в сердце композиции, но она слышна с самых первых нот. Ну, может быть, конечно, она у имбиря перехватывает эстафету, но в любом случае мята очень хорошо слышна в самом начале раскрытия аромата. Спустя какое-то время, достаточно долго, это не считанные секунды, это, ну, может быть, пара минут, у нас есть возможность насладиться этой свежестью, таким морским бризом холодящим, начинают уже раскрываться непосредственно благовония. Здесь и Алибанум, и Ладан присутствуют, причем Ладан в случае с холодной водой это настоящее благовоние, такое, которым окуривают в церквях, немножечко с цветочными нотками, такой ароматный Ладан. И, как часто бывает у нишевых брендов, в том числе и у свежей лютанцы, мы уже с этим сталкивались, по мере развития Ладан дает ощущение, с одной стороны, ощущение, будто бы это какая-то газировка, вода с газом, и начинают появляться хвойные нотки. То есть Ладан как будто бы ароматизирован немного цветами и немного хвои. И на этом этапе раскрытия аромат мне начинает напоминать мохито. Присутствует холод, присутствует мята и присутствует вот это ощущение газированного напитка. Ну и хвоя как бы идет в виде фона, в котором мы сидим где-то среди, может быть, на набережной, которая усажена кипарисами или туи, небольшими хвойными кустами, не сосными, не елями. Это очень-очень легкий хвойный аромат. И вот пьем это мохито освежающее. Затем по мере развития композиции газировочность немножечко уходит, а хвойность переходит в древесные ноты ветивера. И в конце концов, это еще все у нас присыпается мускусом. Мускус использован четырех сортов, но это не такой мускус, как в произведениях Пьера Монталя. Он очень нежный и создает ощущение действительно такой кристальной свежести. в конечном своем звучании, в завершающей фазе. Этот аромат пахнет древесиной, пахнет такой морозной свежестью, холодком. И немножечко кислых ноток, я даже затрудняюсь сказать, что их дает, но как будто бы это древесина цитрусовых деревьев, каких-то цитрусовых пород. То есть кислинка эта цитрусовая, она очень приятная, очень бодрящая, освежающая. Я бы сказала, что в базе напоминает немножечко манталевский wooden spice аромат, его основное звучание. То есть древесина, кислинка и немного мускуса. Ну, у свежей лютанца мускуса действительно немного. В любом случае, он здесь подан так, что не выпирает, не раздражает, а очень грамотно и красиво вписан в композицию. Стойкость, в общем-то, порядка 12 часов на мне. Это хороший показатель относительно моей кожи. Поэтому я думаю, что на ком-то может держаться и дольше. И хотя сейчас уже осень и прохладная погода, попробовать в условиях экстремальной жары нет возможности. Но исходя из того, насколько громко звучит этот аромат, звучит он достаточно громко, плотно, насыщенно. Исходя из тех холодных ноток, которые никуда не уплывают, они так извинят в течение всего развития композиции, просто сменяют друг друга. Тут имбирь, тут мята, тут мускус. Я думаю, что на лето это будет очень хороший вариант, стойкий, освежающий и приятный для всех окружающих нас людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!